Градиентная заливка. Градиентная заливка требует открытия панели Градиент. Помимо основных цветовых панелей, мы должны также открыть панель Градиент. Любая панель находится в меню Window, Панель Градиент. Здесь же Window, Градиент, клавиатурная комбинация, Ctrl F9. Здесь, в программе Adobe Illustrator, всего два вида Градиентного перетекания. Я нарисую обычный объект, на обычном объекте посмотрим. Первый вид Градиентного перетекания – это линейный градиент. Линейный градиент. Линейному градиенту вы можете задать угол поворота, можете выбирать ширину и высоту при необходимости, немного в опции с линейным градиентом. И второй вид Градиентного перетекания – это радиальный градиент. Если кто-то из вас знает программы Photoshop или CorelDRAW, там намного больше таких перетеканий. Здесь всего два вида. Ну что ж, выделяю объект с линейным градиентом, пока угол обнулю. Давайте посмотрим, как редактировать цвета. Я могу из панели Swatches перетаскивать цвета, даже из панели Color White я могу перетаскивать сюда какие-то цвета, из образцов, из дочерних оттенков, пожалуйста. Либо на маркер, либо просто под градиентную полосочку. Или, если вам нужны какие-то другие оттенки, вы выполняете двойной клик по маркеру. Вот градиентный маркер. Двойной клик по маркеру открывается такое окно, где вы видите либо Swatches, либо Color. Swatches, Color. Вы можете что-то уже заранее созданное взять из панели Swatches. Двойной клик и из панели Swatches что-то свое выбирать. Вы можете редактировать маркер, цвет маркера на панели Color. То есть, опять-таки, двойной клик, и вы уже в панели Color редактируете. Либо Swatches, либо Color. Создать новый маркер – это просто щелчок под градиентной полоской. Просто щелчок. Удаление ненужного маркера, перетаскивание этого маркера вниз. Создание щелчок. Удаление, перетаскивание вниз. Я создам еще маркеров побольше на панели Swatches. Из вот именно этих оттенков возьму сейчас. И, конечно, очень хочется градиент сделать с полупрозрачным эффектом. Не на панели опции выбрать Opacity для всего объекта. Нет. А именно некоторые маркеры делать полупрозрачными хочется. Чтобы задать маркерам полупрозрачность, я сделаю следующее. Выделю маркер, допустим, каждый второй маркер, и на этой же панели Opacity, непрозрачность, уменьшу, допустим, до 45%. Выделяю маркер, Opacity уменьшаю. Маркер и Opacity. Чтобы увидеть такую полупрозрачность, этот объект я поставлю вот сюда. Некоторые цвета непрозрачные, а некоторые цвета полупрозрачные. Если вам надо маркером задавать точные координаты Location, пожалуйста, вы можете это делать, допустим, 15, допустим, 30 ровно и так далее. Но, как правило, в творческом таком процессе мы все выравниваем вручную. Очень уж хочется полученный градиент сохранить. Я нахожусь в первом документе, где я уже сохранила и группу, и однородные цвета. Здесь же я сохранить хочу вот этот градиент. Объект с полученным градиентом выделен. Я обращаюсь к той же кнопочке New Swatch. Пусть будет так New Gradiant Swatch. Моя градиентная заливка уже здесь, в панели Swatches. Все то же самое я могу делать и с радиальным градиентом. Пожалуйста, разные оттенки выбираю. Можно вот этому только маркеру задать полупрозрачность 55%. И так же, как предыдущий градиент, можно сохранить. Не забываем, мы сохраняем только здесь. На нашей собственной панели их нет. Чтобы эти градиентные заливки появились в нашей собственной панели, мы должны пересохранить свою панель. С новыми градиентными образцами. Еще раз Save Swatches. Выделяю свою панель, если я именно сюда хочу их добавить. И на вопрос заменить я нажимаю Да. И в моей панели уже появились градиентные образцы тоже. И это в любой другой иллюстрации можно увидеть. Пожалуйста, можно все это нарисовать. Возвращаясь в первый документ, еще кое-что очень важное с градиентами связанное. Когда вы уже создали градиент, уже применили к заливке, к заливке фил на переднем плане, вы можете корректировать градиентное перетекание. Корректировать градиентное перетекание только для заливки, обратите внимание, это очень важно, только для заливки, для фил, фил на переднем плане, можно инструментом градиент. Берем инструмент градиент, подходим к объекту с градиентом, мы видим такую же полосу с такими же маркерами, что на панели градиент, но мы полоску можем не трогать. Мы можем растягивать эту градиентную полосу с любой точки в любом направлении. Допустим, вот так. Или только в нижнем правом углу. Или вот так. Чем длиннее полоса, тем более плавный переход получается. Чем короче полоса, тем насыщеннее переходы. Пожалуйста, это уже вот такая коррекция. Я хочу, чтобы здесь у этого эллипса не от центра градиент перетекал, а, допустим, слева. Беру инструмент градиент, фил на переднем плане, и где-то слева начинаю растягивать. То есть не трогая саму полоску, вы можете растягивать эту градиентную полосу с любой точки. Почему я подчеркнула, что важно, чтобы фил был на переднем плане? Смотрите. Вроде иллюстратор позволяет обводке задать градиент. Но если обводка будет на переднем плане, то инструмент градиент перестанет работать. Он не редактирует, к сожалению, градиент у обводки. Поэтому только заливка на переднем плане, и только заливкой работает инструмент градиент.